До 10 мая правопорядок в Одессе будут обеспечивать 3000 правоохранителей, в том числе дополнительные силы из других регионов. Подкрепление будет и у СБУ. К слову, с пятницы ведомство перешло на круглосуточный режим работы. Задерживать будут граждан в балаклавах и без документов, удостоверяющих личность. В полиции и службе безопасности Украины отмечают сил для обеспечения порядка достаточно, а с провокаторами будут поступать довольно жестко. Суббота, 10.00. Куликово поле. Здесь сегодня строевой смотр техники – один из последних инструктажей Нацгвардии и полиции. Они заступают на усиленный вариант несения службы до 10 мая. Сейчас все в полной боевой готовности, но вот руководство Нацгвардии считает, что силу применять не придется. Задание суворо в межах законодавшей компетенции – это поддержка правопорядка, публичной безопасности в городе, в украинском городе, в городе Одессе. Из Киева в Одессу прибыла и легкая военная бронетехника, в том числе украинского производства. Шреки, казаки, спартаны. Вот эта бронетехника наша, которая уже в этом году выпущена была. После инструктажа все снова на дежурство. Дополнительные силы будут также размещены на въездах в Одессу. Ну а сейчас немного о том, кто приехал на подмогу нашим силовикам. Всего охранять правопорядок будут более 3000 полицейских. Из них 1500 человек приехали из других регионов, в том числе Нацгвардия. В нее, кстати, входит и полк АЗОВ с боевой техникой. В Одессе сейчас до 100 бойцов. Еще около 300 человек дополнительно стягивает СБУ. Это спецназ Альфа со спецтехникой и оперативники из Центрального управления. Также СБУ вместе с погранслужбой усилит контроль на границе с Молдовой и непризнанным Приднестровьем. Эти особые условия будут действовать до 10 мая. В пунктах пересечения границы наши сотрудники будут работать в так называемых фильтрационных мероприятиях совместно с пограничниками. И наши действия будут направлены на то, чтобы не пустить в страну из соседнего государства различные группы провокаторов, как это было в прошлом году. Что касается 2 мая, уже есть две заявки на проведение траурных мероприятий. В 12 на Соборной площади и в 14 на Куликовом поле. В этот день с утра на Куликовом поле будут установлены рамки металлоискатели. И все граждане, которые захотят посчитать на Куликовом поле, будут проходить через эти рамки. И хочу, чтобы все там отнеслись с пониманием. Силовики обещают задерживать граждан в балаклавах, не имеющих при себе документов. В полиции и СБУ считают сил для обеспечения порядка достаточно, а с провокаторами будут поступать довольно жестко. В то же время аналитики прогнозируют, после 10 мая ситуация в городе стабилизируется.